Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Победа в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Концерт по-прежнему остается социально ответственным работодателем. Конференция трудового коллектива. С 1991 года мы занимаемся этим направлением, диагностированием электроприводной трубопроводной промышленной арматуры. Обмен опытом в области диагностики арматуры. Я надеюсь, что данный конкурс, данный фестиваль откроет нам новые звездочки, откроет нам новые таланты. При поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленск АЭС» в Доме детского творчества Десногорска реализован социально значимый проект. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Ростовская и Ленинградская атомные станции получили разрешение в эксплуатацию вновь построенных блоков. То есть выполнен фестиваль на Ростовской и Ленинградской атомные станции. Это большой успех Ростовской и Ленинградской станции и концернов целых. Поэтому сейчас суммарно в контуре концерна «Росэнергоатом» находится 37 энергоблоков. Фактическая мощность сейчас по концерну «Росэнергоатом» 24 975 мегаватт, что составляет 102% от здания ФАС. О техническом состоянии «Смоленская» сообщил первый заместитель главного инженера предприятия. В работе два энергоблока. Первый блок составит оба генератора номер 2, нагрузка 1600 мегаватт, соответственно, по блокам 525 на 1075. Выработка электроэнергии за 11 дней декабря составила 422 миллиона киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано более 21,7 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 140 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке «Смоленская АЭС» и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС Смоленская АЭС стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Губернатор области Алексей Островский вручил кубок и благодарственное письмо «Смоленская АЭС» за победу в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». От атомной станции в церемонии награждения приняли участие заместитель директора «Смоленская АЭС» Анатолий Терлецкий и начальник отдела социального развития Эльвира Тарасова. Как социально ответственное предприятие «Смоленская АЭС» вносит вклад в развитие города-спутника Десногорска. Только в 2017 году на развитие городской инфраструктуры, ремонт дорог, поддержку образования, спорта и культуры «Смоленская АЭС» направила более 60 миллионов рублей. Победители федерального уровня конкурса будут определены в январе 2018 года. Состоялась конференция трудового коллектива «Смоленская АЭС» по подведению итогов выполнения коллективного договора и принятию новой его редакции с изменениями на очередной трехлетний период. Обязательства, закрепленные в коллективном договоре за отчетный период, выполнены в полном объеме. В 2015 по 2017 годы удалось сохранить социальную защищенность всех работников предприятия. Это единогласно признали делегаты конференции, предварительно обсудив итоги коллективно-договорной работы на собраниях коллективов своих подразделений. Концерн по-прежнему остается социально ответственным работодателем. Чтобы быть на шаг впереди в стремительно меняющихся экономических условиях, необходимо оптимально использовать все имеющиеся ресурсы и исключать потери. От этого напрямую зависит и средство, которое предприятие может направлять на социальную поддержку. Проект нового коллективного договора на 2018-2020 годы, после пересмотра всех его приложений, был направлен на обсуждение в трудовые коллективы подразделений. Многие поступившие от цехов и отделов предложения и замечания учтены в финальной версии коллективного договора. В течение длительного времени, при заключении и принятии нового коллективного договора, профсоюзные комитеты и администрации всегда соблюдали или руководствовались следующими принципами. Первое. Приемственность нового коллективного договора и действующего. И в первую очередь не ухудшение социальной защитности работников СССР. Второе. Соблюдение действующего законодательства о труде. Третье. Адресная поддержка отдельных, не менее защищенного групп работников. Четвертое. Ежегодное подведение итогов выполнения коллективного договора. Коллективный договор должен быть не декларативным документом, а действующим реально, учитывающим все изменения в российском законодательстве в концерне Росэнергоатома и Росатома. Как и всегда при разработке проекта коллективного договора, в приоритете жизни и здоровья людей. Коллективный договор на 2018-2020 годы единогласно принят делегатами конференции. Как подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, все пункты нового документа, регулирующего социально-трудовые отношения в коллективе, будут исполняться и впредь. Работа по коллективному договору, то есть неукоснительная администрация и профсоюзный комитет выполнили свои обязательства. То есть все это направлено на благо и во благо нашего коллектива. И самое ценное, понятно, здесь мы не лукавим, это люди, это наш коллектив, тех, кто работает на Смоленской атомной станции, и кто находится уже на сослуженной пенсии, как вы заметили. И эту традицию, ее нужно поддерживать и улучшать. Более 20 специалистов из 9 российских атомных станций приняли участие в обучающем семинаре, который организовала Техническая Академия Росатома в городе-спутнике Смоленск-АЭС Десногорске. Темой семинара стало техническое диагностирование трубопроводной электроприводной арматуры. Арматура у нас является самым распространенным изделием, которое часто применяется на атомных станциях в больших количествах. И по этой арматуре часто возникают вопросы, связанные с оценкой технического состояния. Собственно, техническая диагностика и есть направление науки, которое определяет техническое состояние. И по этому техническому состоянию мы производим расчет остаточного ресурса. То есть заключение о том, сколько лет можно использовать оборудование, при каких режимах. И как часто его надо останавливать для проведения профилактических и ремонтных работ. Семинар проходил на базе филиала «Смоленск-Атомтехэнерго», специалисты которого имеют многолетний опыт разработки и внедрения средств технического диагностирования электроприводной арматуры. С 1991 года мы занимаемся этим направлением диагностированием электроприводной трубопроводной промышленной арматуры. Мы накопили достаточно большой опыт и сегодня готовы передать его нашим коллегам, специалистам других атомных станций. Ведущие специалисты филиала «Смоленск-Атомтехэнерго», Техническая академия «Росатома», Акционерного общества «Научно-технический центр «Диапром» представили внимание участников современные методические разработки и средства технического диагностирования. Практическая часть обучения включала работу с различными устройствами, позволяющими производить измерения диагностических параметров электроприводной арматуры. Каждому участнику была предоставлена возможность анализа результатов измерений с помощью специализированного программного обеспечения. Проект, направленный на создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, стал победителем конкурса социальных инициатив концерна. На его реализацию «Росэнергоатом» выделил 500 тысяч рублей. 7 декабря в Детском доме творчества состоялось финальное мероприятие проекта «Фестиваль-конкурс «Детское творчество без границ». Его участниками стали более 40 детей Десногорска и Рославского района. Приветствую участников фестиваля от имени руководства «Смоленская АЭС», исполняющий обязанности заместителя директора по управлению персоналом Владимир Исаев, подчеркнул значимость реализованного социального проекта. Я надеюсь, что данный конкурс, данный фестиваль откроет нам новые звездочки, откроет нам новые таланты, таланты нашего города и даст новый импульс в развитии детского творчества в нашем городе. Первым шагом реализации проекта «Детское творчество без границ» стало создание в учреждении дополнительного образования безбарьерной архитектурной среды. Установлен электрический вертикальный подъемник, реконструировано санитарно-гигиеническое помещение. Мы видим, что это нужно всем, не только детям, но и родителям, и педагогам, и нам, конечно, в первую очередь, так как мы с помощью этого проекта хотим обеспечить беспрепятственный доступ детей к нам в Дом творчества, чтобы они получали здесь дополнительное образование. Поэтому я думаю, что продолжение, конечно, будет, и мы будем над этим работать. Программа фестиваля была очень насыщенной и интересной. Педагоги провели для детей интересную игровую программу «Добротой согреем сердце» и первый творческий мастер-класс «Прикосновение к искусству». Финалом фестивального дня стал творческий конкурс. Дети пели, танцевали, читали стихи. И, конечно же, в этот день никто не остался без подарков и сувениров, а также заслуженных дипломов за участие в конкурсах. Их юным участникам фестиваля вручили глава Десногорска Андрей Шубин и исполняющий обязанности заместителя директора «Смоленской АЭС» Владимир Исаев. Я думаю, что многие из вас получили положительные эмоции. И это хорошо, потому что мы все вместе, когда мы объединяемся, мы несем добро. Добро несем людям. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленская АЭС». С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе «Смоленская АЭС» в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»